В этом выпуске «Спортивного Приморья». Путь в финал. Баскетбольный клуб «Динамо» ведет борьбу в плей-оффе Суперлиги. Кубок «Наш»! Приморцы вновь стали лучшими на международном турнире по зимнему плаванию. Начнем выпуск с быстрой подачи. Краткого обзора событий на этой неделе. В Владивостоке прошел чемпионат Дальневосточного федерального округа по карате в дисциплине кумите. Спортсмены, применяя ряд сложных приемов, боролись за первые места в разных категориях. В Владивостоке впервые за 4 года собрались сильнейшие каратисты со всего Дальнего Востока. Здесь спортсмены Сахалина, Камчатки, Изабайкалья, Магаданской, Амурской области и Хабаровского края. Взрослые спортсмены борются за путевки на чемпионат России, который состоится 12 сентября в Москве. Юноши и девушки проходят отборное первенство страны. Она пройдет в Уфе 28 ноября. Футбольный клуб «Динамо» Владивосток одержал крупную победу в домашнем матче над «Квантом» из Обнинска. Несмотря на то, что «Динамо» на старте встречи больше создавал активности в чужой штрафной, счет в матче на 15-й минуте открыли футболисты из Обнинска. Пропущенный гол по спортивному разозлил нашу команду, которая с каждой атакой была близка к равенству в счете. И за минуту до перерыва пенальти реализовал Никита Зырянов. 1-1. Дальше сыграли замены. На 76-й минуте Алексей Баев откликнулся на передачу Терентьева и вывел «Динамо» вперед. А через 10 минут нападающий реализовал 11-метровый удар после нарушения голкипера гостей Яковлева, получившего впоследствии красную карточку. Жирную точку в домашнем поединке установил Артем Терентьев, крученым ударом с ближнего расстояния. Итоговый счет 4-1. «Динамо» Владивосток обыгрывает «Квант» и добывает вторую победу в сезоне 20-24. В бассейне с морской водой всего 9 градусов, но опытные моржи холода не боятся. Спортсмены из 30 регионов России и 4 стран прибыли в столицу Приморья на финальный этап Кубка России. Я вот занимаюсь 7 лет и я перестала вообще, забыла, что такое болезни, забыла, что такое простуда. И общее состояние организма очень бодрое и очень много энергии, поэтому зимнее плавание оно бодрит и прям вдохновляет. И компания всегда подбирается, людей прям такие все дружелюбные, общительные, любвеобильные, все такие вот, все на драйве. Самому младшему участнику всего 9, самому старшему за 80. Уровень спортсменов настолько высок, что только за первый день побиты несколько рекордов. Одни из лидеров – приморские спортсмены. У нас в этом году было проведено 6 этапов уже. Первый этап был в Тюмени, второй этап в Хабаровском крае, третий в Москве, четвертый в Калининграде, пятый в Санкт-Петербурге, шестой в Уфе, чемпионат России. Вот сейчас седьмой, это финальный этап проходит здесь. По масштабам у нас он получился такой международный этап, потому что приехало представители 4 страны. Это Республика Беларусь, Китайская Народная Республика и Монголия, ну и Россия, соответственно. И более 30 регионов Российской Федерации, от Калининграда до Сахалина. Уровень спортсменов очень высокий. Спортсмены у нас, ну вот вчера, в частности, первый день соревнований, было установлено два абсолютных рекорда и пять рекордов в возрастных группах. То есть показывает, что инфраструктура создана здесь, она быстрая. Ну а вообще в Приморском крае зимнее плавание находится на подъеме, и команда наша в этом году не проиграла ни одного этапа. Надеюсь, дома мы также победно закончим эту серию. Разрешите мне сегодня поприветствовать вас и поздравить с открытием финального этапа Кубка России, Кубка Тихого океана, который проходит у нас здесь, в этом историческом, наверное, для нас месте, на спортивной набережной, где для вас сегодня подготовили необходимую инфраструктуру. Вот я заметил, там установлены и бани, и установлен котел, что очень, наверное, повлияет на то, чтобы вы согревались в промежутках между заплывами. На сегодняшний день я хочу сказать, что вот этот спортивный комплекс, который мы здесь строили, строили, наконец построили, он открыл свои двери, и вам сегодня можно будет принимать участие вот в таком бассейне под открытым небом с морской водой, где в будущем будут проводиться у нас как и тренировочные мероприятия, так и соревнования различного уровня. Я хочу сказать, что Приморский край имеет устоявшиеся традиции закаливания, и у нас в 1946 году был открыт первый клуб моржевания под экзотическим названием «Морж», нашими фронтовиками был открыт, и в последние годы вот инициативу зимнего плавания, развития подхватили Константин Семенович, Олег Евгеньевич, и наши спортсмены Приморского края, сборная края участвуют во всех соревнованиях. Ну а сегодня, конечно же, я смотрю, практически собрались спортсмены из многих городов нашей великой страны, из ближайших стран, дружеских наших стран, Китайской Народной Республики, Монголии, Республики Беларусь, и для нас это очень важно. Для нас это очень важно, и мы будем продолжать развивать спорт в этом направлении, приглашать спортсменов. И вы знаете, что на территории Приморского края за последние годы прошло много международных соревнований и с привлечением спортсменов из различных стран Азии и ближайших нам стран. Сборная Приморского края по сумме побед за все семь этапов стала лучшей в командном зачете. Вот уже четвертый год подряд приморские плавцы показывают такие результаты. Второе место заняла команда Мурманской области. Бронзу забрали спортсмены Амурской области. Сегодня вот Приморье, этот комплекс, наверное, является эталоном. Почему я об этом говорю? За неполных восемь лет мы с вами проделали огромный путь, который не удавался никому проделать многие десятилетия. Сегодня мы являемся видом спорта. Сегодня мы принадлежим Министерству спорта Российской Федерации. И еще одно главное событие, которое мы вместе с вами прошли, мы сегодня заключили соглашение совместной деятельности вместе с ДОСАФ России. И все водные комплексы, которые сегодня существуют в ДОСАФ, на всех наших территориях мы будем вместе применять для нашего вида спорта уже сегодня. И что отрадно, что сегодня здесь, на Приморской земле, практически вся Россия. Я благодарен всем, кто приехал сюда, к нам в Приморье. Сегодня зимнее плавание активно развивается. Очень отрадно, что к нам приходит все больше и больше молодежи, которая заботится о своем здоровье, занимается здоровым образом жизни. А это сегодня главное для нашей России. Всего в финале Кубка России, Кубки Тихого океана и фестиваля «Русская верста» по плаванию в открытой воде принимали участие 206 спортсменов, в том числе 80 приморцев. Было разыграно около 900 медалей и 50 кубков. Баскетбольная команда «Динамо» продолжает полуфинальную серию в рамках плей-офф российской суперлиги. За выход в финал «Белоголубые» соперничают с клубом «Темпсумс» из Ревды. В первом матче «Динамовцы» одержали уверенную победу. И во второй игре приморские болельщики вновь поддерживали свою команду от первой до последней секунды встречи. Мы стараемся на каждой игре нашей команды приезжать. Стараемся поболеть, тем более сегодня будет действительно интересная игра, потому что прошлая игра с этой командой была довольно напряженная. И сегодня ждем экшена, скажем так. Надо поболеть за наших. Я вообще с Уссуристка сам приехал поболеть. Не только сегодня, всегда посещаем достойные соперники. Да, второе и третье место. Поэтому будет заруба. Как и предсказывали болельщики, игра выдалась тяжелой. Счет открыл «Динамовский легионер» Михаил Богданович. Но соперник «Темпсумс» после проигрыша сделал выводы. Гости в счете не отставали, а порой выходили вперед. Но на исходе первой половины матча «Динамовский» снайпер Данил Аксенов тремя дальними попаданиями сделал счет 31-27 в пользу хозяев. В этот раз команды играли от обороны. Обе преуспели в защите, но гости были лучше. «Динамовцы» боролись до последнего, но все же уступили. Итог 50-58. Данил Аксенов стал самым результативным. На его счету 13 очков. Полуфинальное противостояние продолжится в Ревде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова